Манчегорск, Мурманская область, боковые судьи, первый стол Арслана Ли, второй пятых, третий Сызранов, четвёртый Абдураманов, пятый стол Имамов. И в красный угол ринга приглашается боксёр, представляющий город Москву, Артур Нагапитян, встречаем! Следующая весовая категория, лимит её 52 килограмма, в красный угол выходит москвич Артур Нагапитян. Это успех молодого боксёра, но ему сегодня предстоит очень серьёзный соперник и серьёзный экзамен в лице Василия Егорова, двукратного чемпиона Европы, участника Олимпийских игр в Львове Жанейро. Василий Егоров был первым номером в весовой категории до 49-ти, потом поднялся в этот лес, потому что именно 52 килограмма, представляющий московскую область и леску в Сахарбурге, Василий Егоров! Ну что ж, мне сейчас интересно, как будет действовать более молодой и дерзкий оппонент, но, ко всему прочему, наш боксёр Нагапитян Артур, он был серебряным призёром молодёжного первенства, юношеского чемпионата России по боксу. И вот мне интересно, как будет сейчас действовать Василий Егоров, потому что, может быть, в Санкт-Петербурге, когда Олимпийских играл более молодой и дерзкий оппонент. Ну, Василий Егоров ещё недостойко стал. Тем не менее, у них возрастная разница большая. Ну, это, к сравнению, Егорову сейчас 27 лет. Василий Егоров – представитель славной якутской школы в боксах. Красного линга Артур Нагапитян, город Москва. В синем углу ринга Василий Егоров, Московская область, Республика Саха, Якутия. Рисовая категория до 52 килограммов. Бой за выход в финал. Да, интереснейший полуфинал. Босфер на середину. В этой весовой категории. Голову выше, ниже пояса не бьём, не держим, не боремся. Пожали руки. Удачи в бою по углу. Ну, вот, в 19 лет Артур Нагапитяну. Как-то 8 лет разница. Да, ну, в 19 лет уже гарантировать себе бронзу на чемпионате России – это замечательное достижение. Среди мужчин, поэтому хорошо сейчас пробивать. Артур пошёл вперёд, но получил встречный удар в корпус очень точный и неприятный. От Василия Егорова. Очень хорошая защита у Нагапитяна Артура всегда, я сколько за ним слежу. Очень внимательный, большое количество перемещений делает, уклонов, нырков. Достаточно трудно попадает. Но сейчас снова Егоров Василий прибивает левой рукой в область печени, мы видим. И на выходе хорошо, да, работал правым боковым. Вроде кажется, что зажимается Нагапитян, но нет, это только кажется, потому что с такой стойкой работает всегда. Прошло с одиночным левым боковым пропадает Василий Егоров. Четыре года назад я Василию Егорову дал, в общем-то, более успешного выступления на Олимпиаде. Всё было для того, но как-то не сложилось. Да, он в одной восьмой проиграл Орландесу. Причём ты этого встречался с Кубинцем, и неплохо, и выиграл. Ну а Кубинцем в один матчевый сюрприз. Не держать сей! Так, из клинча сейчас работает Нагапитян. Несколько раз правым боковым достал до подбородка. Снова встречает корпус голова, отлично отрабатывает сейчас Егоров. Боковой на скачке, но видит всё Нагапитян. Но Нагапитян мало пока. Да, без ударов. Да, здесь боковой. Подходит и пропускает сильнейший право боковой сейчас от Егорова. Даже где-то мне показалось, что он очень почувствовал это. Да, здесь нужно быть очень внимательным. На выбор бьёт Егоров. Ну вот и существуют здесь разницы в возрасте. Скорости Егоров не уступает, ничуть. Не, конечно, безусловно, если спортсмен находится всё время на режиме, то... Ну Егоров уже который год первый номер сборный. Я думаю, что опыта... Опыта может не хватить Нагапитяну для того, чтобы проходить такого соперника. Ну, 19 лет с его парнем. Уже огромное достижение. Конечно, если будет бронза. Она ему гарантирована. Мало атакует Нагапитян Артур. Большие паузы, большие паузы. Да, большие паузы вперёд. И вот, пожалуйста. Снова, да, Егоров каждый раз по контратаке точно попадает ударом. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас очень интересно, что скажут тренер Нагапитян. Лежать. Лежать, лежать. Боксёр 2001 года рождения. Артур! Артур! Ты понимаешь, когда он боксировал, тебя ещё проехти не было. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И по-внимателям, ближе. Хорошо, да? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. Чьё успехи на верх. И не пикапинай на верх. И не пикапинай на верх. Когда говорится, ты. Тренер он боксировал в трачу проекте него. Вот да, вот это праздник с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ВАГИФА ШИРИНОВА Первый тренер – Александр Бондарев. Боксёр уходит в состав молодёжной сборной России до 29 лет. Секундарь Тазаренко. Второй раунд. Второй раунд. Первый остался за Василием Егоровым. Да, причём прошёл полностью под диктовку. Да, там ничего не было, просто подсказнулся. Ну, опять-таки, да, слишком очевидно здесь, что Многопетяну нужно пойти вперёд, сокращать дистанцию. Вот то, что он сейчас делает. Пытается сделать, но тут же перехватывает. Перехватывает очень легко. Я бы сказал, даже слишком легко. Он ждал этого? Да. Опять-таки, то есть вот мы видим, как хорошо на более чувствительных ногах Егоров просто перестреливает оппонента. С дальней руки забрасывает. Да. Огромное преимущество. Ну, сейчас вот как раз наконец-таки попадает Многопетян чувствительным ударом. Правым прямым, да? Ну, сразу Егоров в ответку наносит точный-точный удар. Хорошо сейчас Многопетян снова право-прямой попадает. Штена выходит, правда. Левый боковой удар. Ну, мне кажется, что Егоров тут снова не очень сильно выкладывается, но попадает левый боковой. Запас остаётся у Егорова, видно и по скорости, и по технике. Не демонстрирует он тут, ну, не считают нужным дорабатывать. Ну, что ж, если соперник ничего не представляет и с другой стороны не противоставляет, да. Ну, у Егорова иногда бывает, что он, когда получает большое преимущество в бою, за ним уже это наблюдалось порой. Он начинает через чугу дерево работать, как-то вот. Может упустить не бывает. Выше голову! Выше голову! Вот так вот сейчас держал буквально за голову на Капитяна Артура Егорова и пробивал удары. Хороший сейчас право-прямой, а на Капитяна идёт вперёд Егоров. Егоров расслабился от явно. Отличный боковой. Снова глупость печени и удар. Сдваивает как хорошо сейчас Егоров. Снова комбинация, которая точно Егоров. Отличный. И сразу уход под рукой. Уклонился левый боковой, правый боковой. Паузу берёт Артур, пауза. Ну вот, под конец только эта пауза. Вот сейчас у него появились. Второй раунд по правилам и клоп. Лучше намного, чем Червис. Ну, вы знаете, как бы, вот как только он пытался что-то делать, сразу Егоров в силовой манере перехватывал атаку и... Ну да. Точно контратаковал. Но всё равно, конечно, пропускает удары. Понятно ли, на выходе пропускает. И сейчас великолепно демонстрирует в защите на нырках на Капитяна Артура. На ногах стоит Капитяна, нитит вперёд. Конец раунда. К синему голу ринга готовится к третьему раунду поединка заслуженный мастер спорта России Василий Негодов. Представитель Московской области и республики Саха-Ягутия. Возьёт 1993-го года рождения. Счёт боя на ринге не ведёт. Представляет спортивное общество «Динамо». Он чемпион России 2018. Чемпион Европы 2018-х годов. Финалист чемпионата мира 2015. Победитель международного турнира в Финляндии в 2020 году. Тренируется под руководством заслуженного мастера спорта России Геннадия Ковалёва, мастера спорта России Егорова и заслуженного тренера России Радимова. Первый тренер Петров и заслуженный тренер России Махомов. Секунда за ринг. Третий раунд. Итак, друзья, у нас третий раунд. Полуфинального поединка весовой категории 52 кг. Красный угол ринга Магахитян Артур, синий угол ринга Егоров Василий. Ну что ж, первые два раунда, конечно же, Василий Егоров выиграл. Хоть во втором раунде Магахитян Артур немножечко выровнял положение. А сейчас пытается обострить Артур Магахитян, но у него другого выхода нет. Вы видите, он пытается пройти вот эту быструю переднюю руку Егорова. Но пока не очень получается. Обоюдно разменялись сейчас ударами, тем не менее. Ну вот вроде как начинает раскачивать в третьем раунде свой корпус хорошо на Капитян. Вот так прижал, по голове ударил. Это, конечно, такой эпизод не будет зачитываться, но тем не менее создает активность. Ну вот наскочил без ударов. Сразу Егоров перекладывает. И четыре удара безответных остаются. Подошел, да, но хоть бы тогда в корпус беешь. Размаршит сейчас в правом, да, боковом. Снова Егоров достает до цели. Ну что ж, опыта вот именно такого вот с большим количеством поединков не хватает на Капитяну Артуру пока. Видно в каких-то моментах он и по скорости даже где-то не уступает. Но вот именно в чем моменте опыта. Данные хорошие у парня. Но пока. С такими сильными сопернями, как Егоров, конечно. Да, столько боев, сколько провел Егоров. Конечно, с таким опытом сложно что-то его чем-то удивить имело. С тех пор кто не давался Егоров, да. Отличное количество международных встреч. Отличная контратака сейчас от Егоров. Как переплатил, а? Не то что повторно, но даже три атаки провел. Снова отлично левый прямой. Дальний рукой, да, сразу. Очень непростая задача, конечно, для Капитяна, но я думаю, в любом случае он выполнил максимум на этом чемпионате. Это медаль, бронза, замечательный успех. Отличная заявка, чтобы на него обратили внимание в будущем. Да, на него уже там, но специалисты обратили внимание в поле зрения как-то. Не знаю. Тренеры сборные. Тренеры сборные. Пауза берет. Пауза берет, пауза Капитяна. Уже ничего не остается, но вот все, звучит сирена. Ждем оглашения победителей. На ваших глазах лучших наших спортсменов. Наши чемпионы, олимпионики. Олимпийские чемпионы 2012 и 2016 годов. И там, и там у нас было по одной золотой медали. Да, в 91 килограмм он выиграл Кищенко, 81... Михонцев. Михонцев Егор, да, совершенно верно. А рядышком с ними сидел как раз наш другой, бывший тренер сборной. Друзья, вы, дамы и господа, в этом победе единогласным решением судей одержал победу и замоевал право участвовать в финале чемпионата России по боксу 2020 года. Песовой категории до 52 килограммов. Боксер с синим углом. Василий Егоров. Поздравляем Василия Егорова. Это он первый из футбол финала. Он на пути к очередной своей медали для чемпиона России. Первый финалист. Сейчас увидим вторую пару. В ринг приглашается шестикратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр в Пекине, заслуженный мастер спорта России Георгий Балакшин. О, вы только вспоминали, Георгий Балакшин. А он здесь награждать будет? Да, замечательный боксер. Сейчас заменец спорта Якутина, по-прочему. Он в чемпионате России 2014 года. Ну, якутская школа бокса, как мы уже не раз в нашей передаче, как мы начали растет. Остально пока мы стопили высокие результаты, поэтому как не Балакшину быть одним из главных чиновников в этом виде спорта? У себя. Его весовая категория. Бронза в Пекине. Вы знаете, что Балакшин до сих пор тренируется? В зале боксирует. Да, он подтягивает форму. Конечно, конечно.